Сложно в это поверить, но Ubisoft всё-таки выпустил игру, которую вполне могла отменить. Да, ровно так же, как и фри-то-плей проект по дивизии. Я, кстати, её чутка ждал, но не суть. Сегодня мы поговорим о игре под названием X-Defined. Из что это бесплатный проект, поэтому при желании вы также можете его как следует протестировать, поиграть и не забыть при этом прожать лайк на видос и написать комментарий по поводу данного проекта, как он вам. Ну а если вы ещё кнопку подписаться нажмёте, то вообще крутяк будет. Начнём с того, что мне нравятся шутеры, как и многим. Вот этот вот соревновательный дух, кто кого перестреляет, некое взаимодействие или наоборот возможность решить исход матча в соло при помощи какого-нибудь стрелкового оружия. В общем, пострелять это всегда здорово. И как не посмотреть, но этот жанр довольно популярен, и Ubisoft прекрасно видит и знает это, и тот самый высококачественный пример в лице Call of Duty и его финансовые результаты мало кому дают покоя. Отчего французы попытались откусить кусок столь большого пирога. Незмотря на то, что по сети иногда проскакивают слухи, что создатели не особо хотят, что в проекте видели некую схожесть с колдой, а часть это всё равно происходит само собой, ибо заимствия не ощущается, особенно для тех, кто играл в старый Call of Duty и знает, что это такое. Звук, чувство стрельбы, некая топорность движения, низкий ТТК, это очень напоминает старый Call of Duty времён Xbox 360. И как бы ни отнегивались разработчики, мне кажется, ключевая задача состояла именно в неком раннем повторении успеха именитой серии. Честно говоря, это правильный подход, ибо сейчас почти такого не осталось, и передать этот стиль им удалось. И если убрать название, интерфейс и прочую штуку, реально можно подумать, что это какая-нибудь колда, которая просто не вышла в году-то в 2010. Сама идея игры представляет собой самый обыкновенный шутер, где есть класса со своими отличительными способностями. Некими возможностями, только исходя из того, что это всё-таки Ubisoft, она решила придать некую узнаваемость этим классам в лице привязки к популярным собственным франшизам. Отчего призраки это Ghost Recon, чистильщики The Division, четвёртый эшелон это Splinter Cell и так далее. В целом это должно, видимо, как-то сработать, мол, если ты играешь в дивизию или Ghost Recon, или ты всё ещё скучаешь по Сэму Фишеру и его трём зелёненьким огонькам, каким-то образом ты должен обратить внимание и на эту игру. Но, честно говоря, так не происходит. Да, смотря на логотипы, они кажутся тебе знакомыми, но какого-то лишнего байта, ну, просто нет. Возможно, надо юбиков очень сильно любить, но это дано не каждому. Хотя, наверное, тут может быть другая ситуация, Ubisoft делает игру, у которой будет некая реклама для других игр. Мол, если ты играешь в X-Defined, потому что она бесплатная, то, если тебе интересно, поиграя в дивизию, Ghost Recon и так далее. Может быть, это как-то должно так работать, не знаю. Бои тут быстрые, виной тому низкий ТТК, управление довольно приятно, особенно через геймпад, я лично не чувствую какого-то дискомфорта. Единственное им ассист мало чувствуется, но это никак не мешает играть. Катки отыгрываются бодро, есть прокачка оружия с возможностью ставить обвесы на свой вкус и цвет, ровно так же, как и сами знаете где. Есть множество режимов, которые дадут игрокам и поиграть в команде, и в соло, и в целом иногда играть интересно. Ибо в командных режимах тебе действительно дают подумать о том, какой класс выбрать, что нужно сделать, какую позицию занять. Это все разнообразит бой и действительно в каких-то моментах дает преимущество в тех или иных ситуациях. Конечно, не обошлось и без имбы в виде инвиза, но без этого никак. Но по большему счету, все равно идет простая классическая перестрелка, в которой вам могут помочь либо метод клоу, либо дополнительные кнопки, которые сделают ваш игровой процесс более приятным и эффективным, поскольку сама игра сделана с уклоном на то, чтобы вылететь из угла, сделать слайк-кэнсел, и для того, чтобы сэкономить на таких аксессуарах, рекомендую использовать сервис Ubuy, который является универсальным агентом по покупке и доставке товаров на Toubao или 1688, который, кстати, существует уже более 16 лет и с помощью которого вы можете заказывать товары дешевле, чем на Алиэкспресс. Вот, к примеру, дополнительные кнопки, отличный аксессуар под названием Armor X Pro, который вам предоставит помимо дополнительных кнопок еще и гироскоп, он, кстати, работает во всех играх. А вот и самый офигенный бюджетный геймпад. Все эти аксессуары вы без проблем можете заказать с данного сервиса и дешевле, чем на Алиэкспресс. Преимущество Ubuy заключается в том, что он предлагает большой выбор способа доставки, иногда даже дешевле и быстрее, чем на Алиэкспресс. К примеру, можно отправить посылку через CSE или SDEC, что реально удобно. Ну а также сервис предлагает большой выбор способов оплаты, например, Union Play, рублевый перевод и так далее. А еще что нужно знать, так это то, что с 1 по 20 июня Ubuy проведет 618 мероприятий с огромными скидками. Также будет проведен розыгрыш призов, в котором можно выиграть iPhone 15, бесплатные подарки, купоны, баллы и многое другое. Всем, кто зарегистрируется по моей ссылке в описании, получит 60 баксов насчет сервиса, поэтому если вдруг вам что-нибудь нужно и хотели бы купить подешевле, то переходите по ссылке в описании и используйте Ubuy. Играя в проект, я бы не сказал, что у него есть какие-то прям жесткие минусы, кроме коннекта. Он тут реально очень странный. Ибо при всех катках я ловил себя на высли, что первые мои пули будто не попадают. То есть вот это вот чувство попало или нет, иногда попросту растворяется. И заходя в спину к нескольким врагам, не понимаешь, сколько тебе нужно выстрелить, что всех положить. Иногда враги убиваются быстро, а иногда нет. В общем, непонятно. Чувство стрельбы тут тоже не мега прекрасное, ибо какое бы ружье ты ни взял, ощущается будто воздушка. И какого-то кайфа от выстрела, честно, не возникало. В остальном скажу, что X-Defend мне было приятно играть. Но главная проблема заключается в том, что тут нету ничего уникального. Чтоб хотя бы чутка зацепило, удержал, и чтоб ты мог отказаться от других проектов и возвращаться в него каждый вечер. Даже в том же The Finals, который, кстати, сейчас вздыхает, да, который тоже является фритуплейным шутером, который вышел не так давно. Но если вы хотя бы пару раз в него играли, слышали, вы понимаете, что в игре представлено хотя бы что-то уникальное. Разрушаемость, прикольные возможности, режимы, в которых из-за неких гаджетов можно совершать вообще нестандартные вещи. И может быть вам это не по кайфу, не надо, но оно есть. И проект тебе говорит, слушай, у нас есть такие вещи, таких вещей нет нигде, поэтому если тебе по кайфу, сиди у нас. Взять ту же радугу. Может быть, конечно, ее тоже можно обозвать эпичным шутером, но игра держалась за счет своей концепции оперативников и мега слаженной работы, которую нужно было продумывать на тех или иных картах. Новые оперативники меняли баланс, что заставляло менять свой привычный ход боя, и такого стратегического аналогичного шутера просто не было. Тут же уникальности какой-то просто нет. Ну, кроме того, что, опять же, игра бесплатная, и она сделана на манер старой колды. Кстати, один из плюсов данного проекта — это карты. Я не знаю, как вам, но мне лично они зашли, они чаще всего двухуровневые, в них можно как хорошо побегать, так и посидеть. И самое главное, что при процессе игры тебе от них не напряжно. Ты не путаешься, поскольку они простые. И в то же время их прикольно изучать, поскольку есть некие дыры, в которых ты можешь сократить путь к сопернику, его обхитрить, оббежать. Ну вот что-что, но вот карты зашли. И они, кстати, тоже относят нас к именитым сериям. Может быть, этот видос выглядит как хейт данного проекта? Нет, я не говорю, что он плохой или неудачный, и мне вообще не хочется его как-то хейтить. Ибо он вполне получился нормально, но он тут простой, стандартный. Из-за чего даже я не могу о нем как-то рассказать с отличительной стороны. Если же по каким-то вещам у него действительно исходность с Call of Duty, то сравнивать с новой колдой и порекомендовать его под предлогом пацаны, если вам в лом платить 5к в год, или оформлять подписочку в геймпасс, в который он, кстати, скоро будет попадать, я просто не могу. Поскольку по всем вещам, а именно звук, анимации, чувство игры, коннект, колда, понятное дело, превосходит этот проект во много раз. И его сложно назвать бесплатной колдой, и я бы его, знаете, называл бы бесплатная пародия колды на старый лад. Ибо данный шутер, по сравнению с колдой, уже устарел лет так на 5. И тут, правда, ради я сравнил бы его с Warface, стенд-оффом, кроссфайром, и в каких-то вещах я бы назвал этот проект от Ubisoft поприкольнее, за счет новизны, более детального визуала, тех же способностей, которые влияют на ход боя. Но как, к примеру, заинтересовать игроков из всех игр, я точно не знаю, поскольку это уже популярная франшиза, которая давно держится и имеет большой комьюнити. И перевести их, к примеру, ради скинчиков из игр Ubisoft, или нескольких способностей персонажа, ну, хз. И в этом случае я просто не понимаю, зачем мне играть в XDFN, когда есть другие шутеры. Что конкретно здесь мне должно понравиться, и какая тут уникальность, кроме того, что это шутер от французской компании, внутри которого есть логотипы игр, которых я знаю, и то, что он бесплатный. Ну, вот, честно, непонятно. Можно, конечно, сказать, что любой подобный шутер на фоне колды не нужный шутер, но тут не соглашусь. Та же Батла, это очень хорошая стрелялка с большими боями, с техникой. Titanfall 2, классная концепция с титанами и вертикальным геймплеем. Halo Infinite хороший некий арена-шутер по именитой серии, а вот XDFN, ну, она просто бесплатная и она от юбиков. Кому-то этого, кстати, может быть даже более чем достаточно. Если быть честным, то для проекта, на который не возлагали надежды, он более чем пойдет. Простой, типичный шутерок, в который можно поиграть с друзьями за бесплатно, но ничего такого серьезного или классного. Такие проекты живут чисто на аудитории, которая будет поддерживать донатами, и тут уже увидим, насколько вся эта система будет желанная для игроков. Я уверен, что они воткнут туда каких-нибудь ассасинов и прочие свои франшизы, которые могут быть не к месту, но с точки зрения монетизации скинов, брелков, наклеек, они попробуют это сделать, но будет ли байд для игроков, и насколько долго они там продержатся, пошивем увидим. Успех проекта, какой-то хайп, на мой взгляд, был бы гарантирован, если бы в мире не существовало других шутеров. А здесь получается так, что он немного теряет среди уже популярных франшиз, а до своего аталона в виде Call of Duty он явно не дотягивает. Поэтому тем, кто любит пострелять, но не особо любит остальные шутеры, вам вполне может зайти. Ну а для тех, кто выбрал свою любимую стрелялку, или для тех, у кого большой опыт в этом плане, то XDFN вряд ли вас чем-то удивит, хотя в целом ничего плохого в нем нет. Вот такое вот у меня мнение об игре. На этом все, если видос понравился, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях, и спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok